Доброе утро! Ну что, сегодня снова день со мной. Уже четвертый день по счету с Сашкой-беремняшкой. Почему я всегда начинаю видео, когда я такой пирожок? Потому что я проснулась минуту назад, собственно. Мне так нравится, что уже светает так рано. Сейчас Денис на пробежке. И вставать, когда вот так вот светло, намного легче, согласитесь. То есть ты встаешь не в темноту, а как будто бы вместе с солнцем. У нас сейчас уже в 5 утра, в принципе, достаточно светло. Смотрите, девочки, как у меня нововведение на тумбочке. Помимо шагомеров часов, всяких бьюти-штучек, книжки. У меня стоит не стакан воды, а стакан кокосовой воды. Я сейчас пью кокосовую воду. Она реально 100% натуральная. Вы представляете, как кокос такой разрезали, и ты пьешь эту водичку. Я не знала, что у нас в городах можно найти 100% кокосовую воду. Но в Таиланде, когда мы с Денисом жили, я пила по несколько кокосов в день. И это, ну, очень вкусно и безумно полезно для организма. Так что с утреца натощак кокосовая водичка. Представим, будто я в Таиланде. И это настоящий кокос. Я уже умылась, зубы почистила. Напилась воды. Уже второй стакан пью кокосовой воды. Хотите, я вам покажу мой настоящий макияж? Настоящий ежедневный макияж Сашки Пасновой. Без прикрас, без украс. Потом мы с вами будем делать небольшую разминочку. Потому что у меня сейчас в Инстаграме проходят недели разминки с Сашкой Пасновой. Каждый день я придумала такую штуку марафонскую. Ну, типа, небольшой марафон. Каждую неделю мы что-нибудь с вами будем делать прикольное. И сейчас у меня идет неделя разминок, растяжек. Вот кто хоть что может делать. Хоть 5 минут, хоть 10 минут. Самое главное, как-то уделять время спортику. И мы с вами тоже сегодня обязательно поразминаемся. До этого у меня была неделя зеленых смузи. И мы каждый день делали зеленые смузи. Разные по рецепту. Как известно, зеленые смузи одни из самых полезных смузи вообще. Вообще зеленые овощи, зеленые что-то, трава. Самое полезное, что только есть в этом мире. Поэтому всегда по максимуму пытайтесь добавлять зелень в салаты, в еду. И вообще зеленых овощей есть побольше. Как погулял, побегал? Вуаля, девочки. Вот и весь мой макияж. Ничего на тон, точнее на кожу я не наношу. Я не знаю почему. Мне просто сейчас так максимально хочется коже дать подышать. То есть у меня здесь есть увлажняющий крем. Кожа, если что, защищена от нашей негативной окружающей среды, ее воздействия. И собственно, почему я пошла первым делом такая краситься, а не готовить что-нибудь на завтрак. Обычно я делаю первым делом именно завтрак. Потому что мы сегодня с Денисом идем на завтрак. Мы время от времени практикуем такое. Идем куда-нибудь на завтрак. И сегодня именно такой день. Мы там даже немножечко останемся еще поработать. А мы пойдем разминаться. Продолжение следует... А то, что вы сейчас наблюдаете на экране красотки, это мы с Денисом играем в нашу любимую игру, Алиас. Мы всегда, когда где-нибудь ждем заказ, играем. Так и время проходит интереснее, и мозги развиваем. Суть игры объяснить другому максимальное количество слов за минуту, не употребляя однокоренных слов. Профессионал. Баня и... В саду обычно есть. Баня, а рядом, там, где дедушка, все эти молотки, вот это все. Харай. Да. Мышь больше. Я такая, что шут на день. Хабло. Да. Мне пришла гениальная. И вот на другом еще. Мышь, да. Раньше из них пили чай. Вот так вот, на духи. Вот так вот, да. Что это такое? Путерброд. Я так рад, я так рад, я так рад. Это помадирод бывает только когда у Саши влог. Если влог, то это у нас праздник, да? Смотрите, я что нашла. Это же сад, по которой я пью. Соседание, которое мы завтракаем. Ну и как всегда, составим план на сегодня. Сделать разминку, что мы с вами уже сделали. Завтрак, монтаж видео, выставить пост в инстаграм, принять курьера с кроваткой и собрать ее. Ну, это уже Денису. Разобрать почту, пообедать с подругой из Тагила, встретиться с Доулой, чуть позже расскажу, кто это. Приготовить ужин и погулять, чтобы нашигать норму шагов за день. Итак, я уже дома. Знаете, почему такая радостная? Потому что я жду курьера с доставкой кроватки, боже мой. Мне не терпится уже ее видеть в собранном виде, не терпится вам показать, потому что сегодня же придет постельное белье к ней. То есть это вот эти вот всякие бортики, знаете, в кроватку. Денис, конечно, все это еще нужно будет собрать, потому что она у нас трансформер, 7 в 1, там, знаете, типа до 5 лет реально этой кроватки может хватить. Потому что она просто невероятно там разбирается. Сначала она может быть круглой, и запчастей хватит на то, чтобы еще сделать отдельно пеленальный столик. Потом, когда мы захотим, например, из круглой сделать овальную, вот эти вот запчасти с пеленального столика берутся и вставляются, и происходит какая-то трансформация. Ну, в общем, очень это удобно, конечно. Я уже ответила на почте, выставила пост, помонтировала. У меня скоро обед с подругой, она ко мне приехала из Тагилы. Я сейчас в Тагилу очень редко езжу, потому что мне тяжеловато переносить дорогу, и вообще это не лучший вариант, когда ты 3 часа вот так вот трясешься, и живот у тебя тоже трясется. Я не знаю, как передать это ощущение, как будто бы ты аквариум, все в тебе трясется, бултыхается, и будто бы каждый орган, он типа отдельно, знаете. И мне кажется, девочке это тоже не очень приятно, поэтому сейчас все приезжают ко мне из Тагила. Я могу, знаете, что еще показать? Наш милый ящичек розово-белый. Я не смогла сдержаться, и не надо мне писать в комментариях, пожалуйста, что Саша, вы купили слишком много детской одежды, вам это все не понадобится, вы не успеете поносить. Внимание, те, кто не очень любит такие умилительные моменты, мимимишности всякие, то просьба отойти от экрана, потому что будет максимальный мимимишный момент. Помните мой комод, да? Он очень часто попадал в мои видео, все такое. Там раньше лежали наши вещи с Денисом, но теперь мы их полностью убрали отсюда, и этот комод теперь принадлежит полностью нашей девочке. Пока что заполнена максимально только вот эта левая часть. Ну, посмотрите на это! Тут пеленочки, тут бодики, вроде это так называется, здесь всякие штанишки и именно низ, шапочки, варежки, антицарапки, понимаете, пинеточки. Такая штучка очень удобная. Раньше пеленали сами, утягивали, а сейчас очень удобная вот такая штука есть на липучках, чтобы пеленать. Я не помню, как называется этот вид одежды, ползунки или что. И здесь у тебя штанишки, и здесь у тебя кофточка. Вот их у нас, собственно, большинство. Вот они тут в такой милой стопочке лежат, а здесь более теплые штучки. Это вообще мимимишность, посмотрите. Несмотря на то, что мы в летнее время, конечно, родимся. Ну, точнее, не в летнее, а в теплое. Все равно по вечерам гулять, да и по дням будет прохладно. Вот, девочки, смотрите. Смотрите, какая красота. Все беленькое, все нарядненькое. Это мы отдельно уже покупали плед, а эта штучка, это, знаете, для балдахина. То есть, точнее, это сам, по-моему, балдахин называется. Это такая штучка, которая вот так вот сверху свисает. Нам еще должны доставить крепеж для балдахина, и тогда будет полноценная кроватка. Она, как вы можете заметить, на колесиках, что очень удобно. А вот, кстати, о чем я вам говорила. Вот эти вот запчасти, это вместе с кроваткой шло. Потом эти запчасти можно будет использовать и сделать овальную кроватку. Но сейчас у нас будет пеленальный столик. Очень удобно. А эти штучки, это из Икеи. Коробочки я отдельно заказывала. Это просто сердечко лежит. Мы пришли обедать в грузинский ресторан. Я подсела в последнее время на хинкали. Я узнала то, что есть хинкали, оказывается, не только с мясом, но еще и с лососем. У меня тут кокосовая водичка рядом. Потому что, если хотите по полной на себе всю пользу кокосовой воды ощутить, ее нужно пить, конечно же, не один стаканчик в день. Ну и вообще, как бы, продолжительное время. Что, девочки, я уже встретилась с подругой. Объелась грузинской едой. Так что, мне кажется, не захочу есть до завтра. Но мне сегодня еще делать ужин, как вы помните. Сейчас сижу, монтирую. Скоро мы с Денисом пойдем к Доуле. Я, кстати, хотела вам рассказать, кто это такая. Потому что, скорее всего, сейчас многие не поняли вообще, что это за слово, что такое Доула. Это, на самом деле, такой недооцененный человек. Как мне кажется, пока что у нас в России. Но в Москве более или менее хотя бы об этом знают. Одним словом, так сказать, одной фразой, это помощница в родах. И не только на самом деле в родах, зачастую Доулы помощницы мамы до беременности, во время беременности, во время родов, после родов. Доулу можно брать с собой в роды. Ее берут в роды зачастую, чтобы она помогала продыхивать, схватки, сосредоточиться на дыхании, выбирать правильную позу. То есть это не акушер-гинеколог, который принимает роды, но, тем не менее, это человек с медицинским образованием. Она полностью знает, понимает процесс родов, но помогает женщине именно с точки зрения психологии. И погружает нужное состояние женщину, чтобы максимально обезболить, но обезболить как бы природно, а не вкалывая какие-нибудь обезболивающие. Но так как мы приняли решение с Денисом рожать вместе, то есть у нас партнерские роды с мужем, у нас будет именно консультация с Доулой, то есть она будет помогать в первую очередь, ну и мне тоже, конечно же, но и консультировать Дениса, как он может мне помочь во время родов. Так что будем сегодня просвещаться, много нового, я думаю, узнаем, много полезного. Денисом рожать. Ужин у нас сегодня гречка. Гречка варится и все овощи, которые у вас есть в холодильнике. Кабачок, перец, помидорки, помидорки, седлерей, морковка и зелень. А еще будет лук. Все, мы это тушим и добавляем гречку. И супер полезный и вкусный ужин. Субтитры сделал DimaTorzok Приходи ко мне, посидим вдвоем и поговорим о том, о всем. Ты меня проделаешь? Я тебе крем оброшу. А что такое гадость-картридж? Это не гадость, это картридж в базе. Картридж в базе? Это наоборот как будет двойной. Кажется, он просто прокисло кусок. Это сыворотка, да, конечно, вот так же много. Сыра? Сыворотка. Молодец. Я, наверное, всех задолбала зубной нити, но я должна объяснить. Многие мне пишут, именно им зубная нить не подходит. У них зубная нить режется в десна и так далее. Поверьте, у меня тоже зубы находятся очень близко друг к другу. И если со всей дури начать двигаться нити между зубами, то кажется, что десне будет больно. Но это просто нужно делать аккуратно. Вот такая нить, это не реклама, это просто очень хорошая нить. Она распушается, то есть она подстраивается почти под любой контакт между зубами. Важно. Важно вообще ею пользоваться, потому что, девочки, я вам хочу сейчас показать, что после чистки зубов находится все равно на зубной нити. И с этим мы совсем успеем. Бактерии это все кушают. Берем кусочек нити. Видите, как он уплощается, подстраивается под мои зубы. И мы медленно идем наверх. Опускаемся. И то же самое, как бы опираясь на соседний зуб. Таким образом, до десны мы, конечно, доходим, но мы немножечко скорость сбавляем. И не будет ничего резать. Ну, конечно, извините за подробности, девочки, и за такие детали, но вот этот вот кусочек орешка не вычелстился зубной щеткой, но зато зубная нить его забрала. И бывают такие кусочки намного больше, на самом деле. И мы с этим спим. Заканчиваю влог там, где его начинала, в кровати. Не знаю, выйдет ли пятый влог беремняшки Сашки. Успеем ли мы? Если вам очень хочется, я постараюсь его заснять быстрее, пока я еще беременяжка. Ну все, красотки, надеюсь, что видео вам понравилось. Желаю вам спокойной ночи, если вдруг вы ждете спать. Или доброго утра и хорошего дня. Если смотрите в начале дня это видео... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok